Сумочка Wenger, shanty-shanty.rf, на пояс 18-28-34-30-16, синий полиэстер M2, 23 на 9 на 7. Короче, она, во-первых, самопокупаемая, и всё, Wenger, во-вторых, она действительно неплохо сделана и неплохо смотрится. Материал здесь уже сравним с Татонкой, например, с тех же X-Txtrin или с Oxford, не слишком высокой плотностью, но плотнее, чем то, что обычно они ставят, скажем так, да. В общем, она симпотная, правда. Хорошая толстая сетка по бокам, сетка, причём такая полусетка, полупена, приятная очень. Хорошие резинки, не слишком большая по размеру, ну, например, что-то вот такое можно убрать. Значит, пена изнутри, у сумки есть некоторая прочность, благодаря пропененности. Одевать её нужно, видимо, ровно посередине в качестве подпузника. Фурнитура, хотя и странно немножко выглядит, фиксация здесь осуществляется вот этими щёчками. Непонятно, насколько хорошо это... А, не, стоп, не щёчками, не щёчками фиксация здесь должна осуществляться пупырками, вот этими выступами, как на ИКК. Собственно, да, вот они здесь встают. Это хорошо. Приятная фурнитура, довольно, опять же, для регулирования. Сейчас посмотрим это, как работает. Ну, да, интуитивно понятно, что здесь нужно потянуть. Смотрится немножко вычерно, но работает неплохо. Дополнительные фиксаторы меня лично раздражают, но имеют право на жизнь. Сшито всё в целом неплохо, отдельно торчащие нитки. Я думаю, что проблем не доставляют. Мне лично визуально, кстати, не нравится, как это выглядит. Слишком сильная вот эта вот песочная чесочность, да, скажем так. Ну, это, опять же, мой вкус. Фурнитура Нивка, если кому интересно. Обычная стропа. Значит, по карманам. Подшито на один шов. Материал изнутри, конечно, не суперпупержевучий, но типичный для такого класса изделий. Тряпка сама качественная. Сюда не влезает практически ничего. Так что для какой-то совсем мелочевки, типа ключей. Однопулерные молнии. Это, мне кажется, удобно. Резиновая, ну, типа резиновая нашлёпка. Значит, следующее отделение имеет карман, обработанные микрофибры изнутри. Телефон сюда не упихаешь. Это что-то такое, поэтому... Либо старые какие-то маленькие телефончики, либо, не знаю. Следующее отделение. Вот, довольно интересная штука. Новатура такая встречается кое-где у сплава. В общем, китайцы позаимствовали для ключей. Вот это уже можно использовать ежедневно, потому что снимать удобно, не нужно задумываться. Ну, я лично не использовал. Напишите, если использовали. Соединение тканей с подкладкой обшито. Снизу материал без подкладки. Просто тряпка. Основная тряпка, как я уже сказал, хорошая. Вот этот кармашек изнутри ничем дополнительно не обработан. Просто тряпка и кармашек под карандашик или под ружку. Органайзер. Основное отделение. Дно также не обработанное. Хотя... Ну, а пена здесь, получается, только по сторонам встречается. Карман подпружиненный. Телефон сюда, например, влезает нормально. Объем изнутри также достаточно большой. Все, даже, в принципе, кружка с кофе помещается. Но снимать мы с кружки с кофе, наверное, не станем. Смотрим, как будет сидеть на мне. У меня 54 размер. Я его сейчас пошевше сделаю. С одной стороны двухчелевка используется, чтобы регулировка держалась лучше и не сбивалась. С другой стороны регулировочка более быстрая. То есть можно размер подправить. Я небольшой фанат вот этих задних, заднего одного крепления. Мне больше нравятся односторонние, но почему нет? Значит, с запасом большим. Подтянули. Смотрится как-то так. Конечно, это не подпузник, это напузник. Форму, в принципе, держит довольно большой. Ну, вопрос дизайна не знаю. Сомнительно. И можно надеть назад. Вот в таком варианте это практически аналог супер микро нано рюкзачка для самых основных вещей. Или женской сумочки. Кота остановили можно. То есть в целом сумочка довольно симпотная. Приятная фурнитура, неплохие карманы. Ремень реально разгрузку нам никакой особо не даст. А, кстати, да, его можно спрятать. Вот что я не сразу собратил. Сюда можно что-то в принципе спрятать. А можно вот эти все ласты убрать. У нас тогда получается что? У нас тогда получается барсетка автомобильная. Вот. То есть за внешний вид на пятерка. Никаких откровений, но симпатично. За функционал четверка. Так что, в принципе, могу рекомендовать к приобретению относительно того же сплава. Ну, в принципе, сравнимое качество. В чем-то мне сплав больше нравится в чем-то это изделие. Еще смотрю, что есть кармашек под наушники. Это вот из среднего отсека. Но по факту сейчас, наверное, это не под наушники будет, а скорее под зарядку пауэрбанка, которую можно убрать в другое отделение и вот тут аккуратно вывести.